После дождей роща в Ильинском превратилась в озерный край. Представители управления ЖКХ округа и областной аварийно-восстановительной службы приехали сюда с комиссией. Жители окрестных сел опасаются. Все это стоки сочистных сооружений, а ливни лишь усугубили ситуацию. Они начали строить Ильинские луга, там сейчас пять корпусов так упустили. А слива канализационного нет. Потом они заключили договор с Красногорским водоканалом, чтобы сливать в их очистные сооружения. Эти очистные сооружения, они рассчитаны на поселок и якобы сделали там реконструкцию, увеличили объем. Специалисты аварийно-восстановительной службы уверяют, объем очистных в Ильинском-Усово после реконструкции в 2017 году действительно увеличен. С нагрузкой они справляются и сегодня. Мощность увеличилась до 2100 кубов в сутки. Фактически на сегодняшний день потребление 1800 идет, то есть укладываются в норматив. Неоднократно приезжал на этот объект. Жители регулярно пишут жалобы, возмущаются о работе очистных сооружений. Лично я здесь присутствовал три раза и мы не подтверждаем, что нарушена работа очистных сооружений. Главной причиной подтопления в лесу участники инспекции все-таки называют обильной осадки. А еще специфический ландшафт затопленного участка. Роща расположена в самой низкой точке, на которой мы были. В связи с этим вода собирается. В эту рощу впадает ручей, так называемый безымянный, после точки сброса очистных. Жители утверждали, что стоки очистных сооружений топят их, но по факту реально топят их из-за того, что это нижняя точка. Что касается самих очистных сооружений в Ильинском-Усово, новых подключений к ним не предвидится, заверил жителей замначальника управления ЖКХ администрации. Субтитры создавал DimaTorzok